Компания Кораль Роберто Мол Дат Дейджер Рикардо Бьянки Шанталь Бодо Джонатан Монтенегро Мануэль Салазар Флор Елена Гонсалес Мариселла Буитраго Антонио Куэвас Луис Альберто Демоссос И другие Композитор Армандо Маскера Операторы Игнасио Гонсалес и Хуан Гонсалес Продюсер Хосе Херардо Гильен Режиссер Тони Родригес Что твоя мама сказала? Барбара отравилась Ты же слышала? Пожалуйста, выслушай это спокойно Барбара находится в западной больнице Она пыталась отравиться Ты меня слышишь? Боже мой Не может быть Кошмар Когда это случилось? Не знаю Похоже, вчера вечером Барбара Барбара хотела с собой покончить Боже мой Это ужасно Но твоя мама сказала, что она в больнице Ну да, она в больнице Поезжай туда, поезжай А это удобно? Конечно, удобно, Сантьяго Она была твоей девушкой Ты хорошо знаешь ее родных Им сейчас очень тяжело Да Но зачем она это сделала? Поезжай к ней, дорогой Тебе самому станет легче Поезжай Постой, а ты куда? Я возьму такси и поеду домой Лиза, зачем? Я отвезу тебя домой, а потом поеду в больницу Нет, нет, Сантьяго, нет Поезжай туда прямо сейчас Ведь неизвестно, что с ней Не теряй время Лиза, мне все равно по дороге Пошли Пошли Я люблю тебя Я тебя тоже Ну, идем Барбара в интенсивной терапии Врач мне не сказал Когда ее оттуда переведут Какой ужас Я не думал, что такое может произойти Когда мне сказали, я не поверил Ничего Ей уже лучше Это Сантьяго виноват в том, что случилось Только он один в этом виноват София, замолчи, замолчи Что? Ты еще его защищаешь после того, что произошло? Нет, я его не защищаю Но ты, милая, вспомни, чьими таблетками она отравилась Здравствуйте Здравствуйте Где Сантьяго? Он с вами приехал? Нет, синьора Салис, я одна Я хотела узнать, как себя чувствует Барбара Не беспокойтесь, мой сын тоже скоро приедет Надеюсь Все это произошло во многом из-за него Мой сын никогда не уходил от ответственности Он приедет Как себя чувствует Барбара? Так же Ее жизнь в опасности Господь спасет ее Я заехала в церковь и помолилась за нее Нужно верить в лучшее Анибал Надо сообщить Анибалу Мы не будем ему сообщать, София Анибал ее брат, Эрнесто Анибал пусть спокойно работает Не нужно никого созывать, как на похороны Никто еще не умер, понятно? Умер кто-то из местных? Нет, шеф Это шахтер, что приехал работать на руднике Но вместо этого устроился на строительство Приехал сюда умирать Все когда-нибудь умирают, Хуан? Да, босс, конечно Но лучше бы он умер не здесь А дома Что поделаешь Смерть нас повсюду находит Нас об этом предупреждали, босс Об эпидемии Кто предупреждал? Местный шаман, босс Индейцы приняли меры И оказались правы Пожалуйста, Хуан Они просто подвержены суевериям Они верят в то, что река это бог Небо бог А солнце другой бог Но это же смешно Я так не думаю, босс, не думаю Может быть, они не умеют строить дороги Но им известны такие секреты О которых мы не подозреваем Хуан Ты стал слишком суеверным А мне не нужен суеверный прораб Когда зароете беднягу, принимайтесь за работу Не с кем работать, босс Рабочие разбежались Они боятся заболеть Я не хочу ни с кем разговаривать Даже с крестным, который пришел навестить свою девочку Крестный Привет Я думал, ты меня не впустишь Тебя впущу Только меня? Почему ты не хочешь видеть никого из своих родных? Просто мои родные Совсем не понимают меня С ними без толку говорить Пожалуйста Беба Объясни, что с тобой происходит Августа меня оскорбил Он мне говорил ужасные вещи Он не дал слова вставить свою защиту Беба Твой брат очень за тебя беспокоится И должен заметить Ты не слишком себя хорошо вела Почему, крестный? Я делала все, что мне говорили Я посещала школу Старалась что-то усвоить А потом шла на работу А потом? Что потом? Августер сказал, что нашел тебя в доме Панка Почему, Беба? Он что-нибудь с тобой и сделал? Нет, крестный Это не он Он ничего не делал Аннабель Аннабель, где результат анализа родственницы Лизы? Маргарита Эстрады? Да, ее Доктор, произошло нечто странное Пробирка исчезла Как это исчезло? В лаборатории говорят, что они не получали никаких образцов для исследования с ее именем Что мы ей скажем? Что мы можем сказать, Аннабель? Придется извиниться и попросить Маргариту Эстраду зайти к нам еще раз Где Висенте? Я принесла вам сок Оно, Бебе Беба стала доставлять неприятности? Как ты себя чувствуешь? Ты слишком бледная? Я себя чувствую хорошо Как всегда Привет Привет Путешественница вернулась Где твой друг? Почему ты его не пригласила? Мне очень жаль, что все так произошло Ваш сын поступил с ней жестоко Простите Я знаю, что всем вам тяжело пришлось Но обвинять в этом Сантьяго все же не стоит Он виноват Это он виноват Вы его защищаете А это он виноват во всем Не кричи, София, прошу тебя Моя дочь находится между жизнью и смертью А ты просишь меня успокоиться Во всем виноват только Сантьяго Не смей ничего говорить Я и без тебя разберусь Сиди спокойно и не лезь со своими глупостями Ясно тебе? Где Барбара? Как она? Барбара в отделении интенсивной терапии Врачи скажут, когда ей станет лучше Но как Барбара могла это сделать? Какой же ты негодяй? Ты еще спрашиваешь Это ты во всем виноват София Я в этом не виноват, София Как не виноват? Все произошло, потому что ты нарушил данное слово Пожалуйста, успокойтесь Мама, спокойно, спокойно Я говорил с Барбарой и со всеми вами И объяснил мотивы своего поступка Конечно, ты объяснил мотивы и думал, что все на этом закончится, правда? Эрнесто, пожалуйста, успокойся, сейчас не время Как раз самое время И я не собираюсь здесь молчать Мне жаль, что у нас так все вышло с Барбарой Но я не могу скрывать правду Я очень хорошо отношусь к вашей дочери И поверь, Эрнесто Мне меньше всего хотелось причинить ей зло Но ты его причинил Ты дал слово жениться на ней, а потом бросил ее ради другой Простите меня Но сейчас вам лучше не ссориться Подумайте о Барбаре Я привел тебя в свой дом Обращался, как с родным сыном Сделал для тебя все И как ты мне отплатил? Я тебе благодарен за все, ты это прекрасно знаешь Господа, я вас очень прошу Успокойтесь Ты не указывай мне, что делать Смотри, что из-за тебя случилось Из-за твоей безответственности Господа, мы в больнице Нас сейчас попросят отсюда уйти Все судят друг о друге по внешности И ошибаются Да, это правда Все мы совершаем ошибки Но что ты знаешь об этом парне? Почему ты говоришь, что он хороший? Потому что он такой Он действительно гораздо лучше, чем о нем думают Не то, что те, которые Только притворяются хорошими А все им верят А кто это? Те, кто хорошо одеваются И стараются ничем не выделяться Их считают образцовыми Беба Я у тебя спросил, не сделал ли этот парень с тобой что-нибудь И ты мне сказала нет Значит, там были те, кто плохо с тобой поступил, да? Так? Нет, ничего не случилось Но я не хочу Чтобы к этому парню плохо относились А знаешь, чего я боюсь? Чего? Что теперь все ко мне будут плохо относиться Кроме тебя, конечно Но Августа и сестры, они считают меня пропащей Неправда Я знаю, что ты хорошая девочка А Августа нет Ничего подобного, и ты это знаешь Но его не интересует, что я чувствую Что думаю Беба Августа всю жизнь вкалывал ради того Чтобы вас не разлучили Чтобы купить этот дом И он хочет вывести тебя в люди Я ему благодарна за это Но ему за меня не прожить Я хочу, чтобы он верил мне Думаешь, он тебе не верит? Знаешь, крестный Ты меня понимаешь И я Я могу говорить с тобой откровенно Ладно Поговорим Я часто думаю Какой была бы моя жизнь Если бы папа не умер Как я рада тебя видеть Жаль, что ты так и не показала нам, парни С которым ездила Он Собирался зайти Но у него возникли дела Он занят Он мог бы проявить элементарную вежливость Во всяком случае Войти в дом и познакомиться с нами Поверь, Августа Он очень спешил Хорошо, хорошо Расскажи, где вы были? В колонии Табар В колонии Табар В колонии Табар два дня? Да Это здорово В колонии Табар Вы не представляете, как там красиво Восхитительное местечко Похоже, тебе там очень понравилось Нет, дело не в этом Нам везде было бы хорошо Да Августа Это серьезно У меня почти не было времени На покупки Я привезла вам сладости Держи А это тебе Спасибо Надо же, все уже в сборе Крестный Привет 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 Как поживаете, мои девочки? Ну, вы красавицы Спасибо Представляешь, Висенте Лиза была в колонии Табар Это замечательно Поужинаешь с нами? Нет, Сильвия, спасибо Я зашел, чтобы поговорить с Августа Мне завтра рано вставать Тогда в другой раз Да, в другой раз Ладно, договорились Я сообщу заранее Лиза, помоги мне готовить Хорошо Это тебе, Крестный Да, спасибо Августа Я вас оставлю Пойду к себе Поем сладостей Я не знаю, с чего начать Давай с самого начала Когда я вошла Это была такая серьезная Это не из-за путешествий Совсем Просто Когда мы вернулись Возникла проблема Она тебя не касается? Нет У меня все в порядке Я безумно счастлива Почему ты мне раньше не сказала? Что? Почему ты мне не объяснила Как прекрасно любить? Ты рада Я до сих пор чувствую его руки На своем теле Я словно Летела И не могла приземлиться И мне было так хорошо Это настоящая любовь Настоящая Я больше не потерплю наглости Бэбы Она же не отбилась от рук Постарайся ее понять О чем ты, Висенте Я это всю жизнь делаю И Бэба привыкла, что ей все сходит с рук Она подросток И в этом все дело И я был подростком Висенте и Сильвия и Лиза Все мы через это прошли Ты не сравнивай Ты рос в другое время Тебе пришлось воспитывать сестер Оплачивать этот дом И нас за ошибки наказывали Может это необходимо, Бэбе Ты собираешься поколотить Бэбу, что ли? Ей бы это пошло на пользу Но я не смогу Тогда зачем говорить об этом? Ее надо наказать, Висенте Может это заставит Бэбу понять Что всему есть предел Моя сестра решила встречаться с Панком Так теперь пусть страдает у себя в комнате Я чувствую Здесь что-то не так, Августа Хотя она уверяла меня Что он с ней ничего не сделал Я все же думаю Что? Я думаю, с Бэбой что-то случилось Кто-то ее обидел Но она не хочет говорить, кто Алло Августа Это доктор Мартинес Из муниципальной больницы Да, привет Что показал анализ Маргариты? Нам нужно поговорить А у нее что-то серьезное? Пробирка с кровью пропала Когда же прекратится эта тошнота? Какой ужас КОНЕЦ Колония Табар Кто же он? С кем туда ездила Лиза? С кем? Мне просто не верится, Лиза Это лучше, чем мой медовый месяц Сильвия Правда? Мы с Карлосом были такими бедными Что не могли даже поесть как следует Одно блюдо на двоих делили Но это же романтично Ты, пожалуй, права Ты снова грустишь Ты что-то недоговариваешь, Лиза Что-то произошло, да? Да, произошло Но мне Трудно тебе это объяснить И не хочется Лиза, ты можешь мне доверять До того, как мы встретились У него была девушка Они собирались пожениться Нет, он с ней расстался Он понял, что не любит ее Он ее бросил? Можно и так сказать? Пожалуй, да Тогда все совсем не так прекрасно, как ты мне рассказывала Сильвия Понимаешь? Эта девушка попыталась совершить самоубийство Мне до сих пор не верится Почему Барбара это сделала? Кто знает, почему она так поступила Может быть, от стыда или от ярости Неизвестно Но это же безумный поступок Посмотри на них Видишь, они страдают И все равно не вместе Мне кажется, что они совершенно чужие друг к другу Я не хотел причинить боль Барбаре Поэтому я и расстался с ней У нас было бы то же самое А она достойна настоящей любви Доктор, как моя дочь? Она очнулась и сказала несколько слов Слава Богу, я хочу увидеть ее Пока не стоит, сначала вы все должны успокоиться А кто из вас Сантьяго? Это я, а что? Барбара все время звала вас Вы можете зайти Здесь ее родители? Да, но она звала только вас Вы идите Иди, Сантьяго Эрнесто Барбара хочет видеть его Так что не о чем здесь спорить Так ты идешь? Барбара Барбара Сантьяго Ты здесь Я знала, что ты придешь Не разговаривай, береги силы Не оставляй меня, Сантьяго, пожалуйста Я знаю, что я сделала, было Нет, 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 Барбара Не разговаривай Ты слишком слаба Прости меня Я совершила такую глупость Это из-за тебя Я не хотела тебя потерять Не говори ничего Дорогой Сантьяго Не оставляй меня Мне страшно Слава Богу Барбара вне опасности Я рад за нее И за тебя, конечно Спасибо, Альвара Я знал, что такое может произойти Я очень боялся этого А что происходит с Софией? Она какая-то агрессивная Это ее обычное состояние Ты тоже меня настораживаешь Ты уж меня прости, но нам все-таки Не стоило так набрасываться на Сантьяго Причем на людях Подумай об этом О чем ты говоришь? Моя дочь едва не умерла из-за него Сантьяго слишком много знает о наших делах Не стоит наживать в его лице врага Мне наплевать на то, что он знает И я понимаю, что тебе сейчас тяжело Но все же держи себя в руках Ты же отлично знаешь, что все должно быть под контролем Потом ты с ним как-нибудь разберешься Но сейчас ссора с ним приведет к катастрофе Да Да, да Ты прав Мы это как-нибудь переживем Я не стану ссориться с Сантьяго Отлично Пока что Но хочу попросить тебя об одной услуге Какой? Какой? Узнай все, что сможешь о его подруге Об этой Маргарите Любовнице Сантьяго Я хочу знать о ней все Кто она, откуда Даже размер ее туфель Ты сможешь это сделать? Это из-за тебя мне так паршиво Хорошо бы ты, Сантьяго, оказался сейчас на моем месте Дорогой А где Висенте? Уже ушел? Да, да Только что звонил доктор Мартинес Это он меня осматривал Он сказал, что пробирку с твоей кровью потеряли Сходи к нему еще раз Ты знаешь, как для меня важно узнать о ней все Я постараюсь Не беспокойся, я все выясню Да, но будь осторожен Действуй поаккуратнее Она не должна об этом узнать Не волнуйся, я понимаю Я сделаю так, что никто ни о чем не догадается Поступай как угодно, как угодно Но Я хочу знать абсолютно все об этой женщине Надо найти способ убрать ее из жизни моей дочери Вам стало спокойней? Слава Богу, худшее уже позади Теперь надо надеяться на то, что жизнь возьмет свое И все, что случилось, станет уроком для всех Скажите своему сыну Что мы никогда не забудем, как он с нами поступил Но вы же не думаете, что Сантьяго? Нет, не думаю Я в этом уверена И никто меня не переубедит Сантьяго виновен в том, что произошло с моей дочерью И я никогда ему этого не прощу Лиза, почему ты предпочла мне этого инженера? Я все думаю, почему это произошло Мне очень трудно с этим смириться Мне очень больно, Лиза Доктор, вы решили сгореть на работе? Нет, нет, я скоро пойду домой, Руби Надеюсь, вы уже вторые сутки дежурите Но, Густаво, так не годится Вы на этой неделе не отдыхали У нас много пациентов, а персонала не хватает Вы очень расстроены Пожалуйста, Руби Не надо отрицать очевидное Густаво Я заметила, что вы очень расстроились Когда узнали, что Лиза уехала с инженером Руби, я не хочу говорить об этом Придется смириться, Густаво Это легко сказать Да, я все понимаю Может быть, вам взять отпуск? Вы можете встретить другую женщину Руби, я не хочу думать об этом И я сомневаюсь, что смогу встретить Такую же девушку, как Лиза Но она не обязательно должна быть такой же В том-то и дело, Руби Для меня Лиза – идеал женщины Руби, мне нравится твоя компания Но я хочу побыть один Пожалуйста Как он слеп Он не замечает, что лучшая подруга Лизы Любит его Он поехал к своей бывшей девушке Конечно Она сейчас в западной больнице К тому же он партнер ее отца Они вместе работают Мне это не нравится Бедняга Ты бы видела его лицо Мы приехали такие счастливые А когда он услышал о сообщении, которое оставила его мать Я представляю, что он почувствовал Ему так плохо, наверное, никогда не было Лиза, ты понимаешь, что влипло? Я? Ты думаешь, ему будет просто ее оставить? Но он же уже расстался с ней Видно, она с этим не смирилась, Лиза И решилась пойти на такое, чтобы манипулировать им Внушив чувство вины А если, как ты говоришь, он знает ее отца Работает с ним Лиза, я не хочу тебя разочаровывать Я знаю, ты его любишь Но все это мне очень не нравится Очень Да, я знаю Но я не сомневаюсь в нем и его любви Она очень слаба Что она сказала? Ей еще очень плохо, и она с трудом говорит Я хочу видеть ее Врач сказал, вы можете войти Я не с тобой разговариваю Простите, я пойду Я завтра позвоню Узнать, как дела у Барбары Вы же понимаете, я сожалею о том, что произошло Пойдем До свидания Негодяй София, не начинай Ты до сих пор его защищаешь? Нет, не защищаю Но я знаю, что его сейчас очень мучает совесть Он это заслужил Я лучше знаю, что делать, София Не хочешь ли ты, чтобы этот тип снова сблизился с нашей дочерью? Я уже сказал, что знаю, что надо делать А ты держи себя в руках Я не хочу, чтобы у вас возник конфликт, Сантьяго Ясно? Что делать, если твой любимый любит другую? Все равно, любовь – это счастье Ты еще здесь? Я думала, ты уехала вместе с доктором Мартинесом Что случилось? Просто Густаво был сегодня не в настроении подвозить меня домой Ты говоришь об этом так спокойно? В прошлый раз он же тебя подвез Да, мы говорили о Лизе И что теперь, Руби? Ничего, время все лечит У тебя какие-то проблемы с доктором Мартинесом? Объясни, что произошло Ничего, Густаво всегда был добр ко мне Очень добр И я уверена, мы с ним всегда будем друзьями Руби Ты в него влюбилась? Аннабель, что толку любить кого-то, если тебя не любят? Ужин готов Карлос, вещи девочек чистые И я их погладила Извини Сильвия, если ты будешь твердить мне одно и то же, одно и то же, я не буду есть Да, Сильвия, хватит указывать, Карлос не ребенок, не нужно ему все объяснять Дорогой, тебе хватит? Да, вполне Поскольку я завтра выхожу на работу, то ужин придется готовить тебе, Маргарита Надеюсь, тебя это не затруднит В больнице потеряли пробирку с кровью Маргариты Такое бывает? Очень редко Ты сходила к врачу, Маргарита? У кого ты была? Кажется, у Густава Отлично, тебе повезло Что он сказал? Ничего Он попросил ее сделать анализ крови Теперь Маргарите придется еще раз это сделать Я не хочу Если они там все теряют, зачем мне тратить свое время? Мы уже говорили об этом Мне нужно идти Я завтра принесу все необходимое из больницы И возьму у нее кровь прямо дома Отличная мысль Нет, нет Зачем мне затруднять Лизу? Августа Мне совсем не трудно Я лучше пойду с тобой Завтра утром я пойду с Лизой и сдам кровь Как хочешь Лиза, расскажи, как ты съездила? Хорошо Замечательно Это чудесное место Ну, ты была в компании? Да Субтитры сделал DimaTorzok Я мечта Я болею Белый 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 Хуан! Хуан! Что случилось? Там какой-то индейец. Он пробрался в мой трейлер. Вы не заметили? Нет, нет. Кто-то должен был его видеть. Слушай, Хуан, бери пять человек, найди этого индейца. Обшарь всю округу, но приведи его сюда. Пусть объяснит, что ему здесь нужно. Босс, местных здесь давно нет. Они уже ушли. Значит, они вернулись. Мне это не приснилось. Я его отчетливо видел. Отыщите его и приведите сюда. Надо выяснить, что ему понадобилось. Живо делайте то, что я сказал. Я же говорил, индейцы ушли. Здесь никого нет. Я видел индейца, Хуан. Видел. Послушайте, босс, это знак свыше. Нам надо уезжать. Но это большая сумма, Контрерос. Вы слишком многого от меня хотите. Ведь вы же не нобелевский лауреат. Вы не могли бы уменьшить свои запросы? Это еще далеко не все, что необходимо для работы лаборатории. Но у меня нет возможности закупить все это оборудование и материалы. Учитесь обходиться тем, что у вас есть. Нет, это просто невозможно. В лаборатории ничего нет. Даже элементарных составов. Оборудование не работает. Что мне делать? Я не могу работать. Ну, ладно, ладно. Я прошу, очень прошу, сократите свой список. Ну, в таком случае лучше закрыть лабораторию. Нет, 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 Контрерос. Не надо так, не надо. Я постараюсь что-нибудь сделать, но это нелегко. Ну, вы сами не хотите сузить круг своих исследований? Но это невозможно, доктор. Он слишком обширен. Ошибаетесь? Я собираюсь заняться эпидемией на Амазонке. Чем? Эпидемией? Господи. Нет никакой эпидемии, Контрерос. Это всего лишь отдельный случай. К тому же, нас это не касается. Там есть своя служба здравоохранения. Пусть вот они этим и занимаются. Это их дело. Вы достаньте мне материалы, сеньор. А чем мне заниматься, я и сам решу. Извините. Вы упрямец, доктор Контрерос, да? У меня на то свои причины, доктор Серпа. Ну, давай. Давай, ешь. Карлос, я уже ухожу. Они все еще не поели? Я докармливаю Аврору. А где ты взяла эти вещи? Мне их одолжила Лиза. А в чем дело? Ты выглядишь так, словно идешь на вечеринку. Доброе утро. Привет, племяшки. Сестренка, ты выглядишь как профессионал. Сильвия, я жду тебя на улице. Нет, милая, иди на кухню и выпей кофе с молоком. Ну, я не голодна. Пока. Карлос, я здесь все записала. Не забудь им дать протертые овощи. Да, да, не забыть про вареные овощи. И суп, Карлос, он в холодильнике. Ты должен дать его часа в два. Витамины. Я оставила их на столе. Если ты написала, зачем напоминаешь? На всякий случай, Карлос, на всякий случай. Мои девочки. Доброе утро. Августа, ты бы не мог подвезти нас с Маргаритой до больницы? Конечно, подвезу. Мне пора идти. Не хочу опаздывать в первый день. Пока. Вот, Карлос. Пока, милый. Карлос. Давай, не скучай. Не буду. Карлос. Карлос. Искупай их в два. Ты искупаешь их в два? Да. Ну, пока. Так, а вы? Вам еще никуда не надо идти, а? Доктор Галиндос. Привет, Эльза. Вам чем-нибудь помочь? Эльза, у меня есть два дела. Первое. Тебе еще никто не говорил о том, что произошло с Барбарой. А что произошло с синьоритой? С ней произошел несчастный случай, но все обошлось. Но ты знаешь людей, они начинают задавать вопросы, все хотят знать, и я прошу тебя проявить понимание. Если начнут ходить слухи, то обрывай их. Говори, что это просто несчастный случай, и с ней уже все хорошо. Да, конечно. Отлично. А во-вторых, Эрнаста сказал, что ты можешь мне помочь. В чем? Эрнаста хочет ввести новую систему учета посетителей в компании. В целях безопасности, разумеется. Что-то случилось? Нет, 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 ничего, слава богу. Эрнаста сказал, что у тебя есть список лиц, которые продают нам некоторые стройматериалы. У меня его нет, но я могу вам его составить. Я буду тебе признателен. Прошу тебя, запиши полные имена и адреса предприятий всех, кто чаще всего бывает в здании. Почему ты не захотела, чтобы Августа пошел? Ты же знаешь своего брата. К тому же я сама гораздо больше нервничаю, когда он со мной. Мы все сделаем быстро. Я сейчас вернусь. Жди. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро, сеньор. Есть новости? Нет, никаких новостей. Правда, только что заходил сеньор Галиндес по важному делу. К какому? По просьбе сеньора Эрнеста. Я дала ему список поставщиков стройматериалов, которые к вам приходят. Стройматериалы Ориноко. Маргарита Альварес. Ну что ж, Маргарита. Скоро мы узнаем, кто ты. Фильм озвучен компанией «Интро Коммуникэйшнс». 2003 год. Фильм озвучен компания «Интро Коммуникэйшн»? Субтитры сделал DimaTorzok